Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас на канале ПАР. И в этом видео мы поговорим о первом домашнем питомце для своего ребенка. Я думаю, в жизни каждого родителя однажды наступает момент, когда ребенок приходит и говорит «А давайте кого-нибудь заведем». На данный момент выбор домашних питомцев очень огромен, очень большой. И, конечно же, к этому вопросу нужно подходить ответственно. В этом видео я коротко расскажу о тех популярных домашних питомцев в качестве нервов, которых можно завести. Ну и коротко скажу о их достоинствах и недостатках. Ну и помимо этого еще поговорим о том, что же нужно тому или иному питомцу. Я хотел бы, чтобы вы сразу на этапе выбора понимали, что ухаживать за животным, ухаживать за питомцем будете вы в первую очередь. И как бы ребенок не говорил, что он будет его кормить, он будет за ним убираться, это практически всегда не работает. Ну или хватает этого ненадолго. Нужно понимать, что ребенок еще учится, что ребенку нужно погулять. И, конечно же, время за уходом будет сокращаться. Максимум, что может получиться, это то, что он вам будет иногда помогать. То есть вы ему скажете, ой, там Васе нужно покормить. Или пончику нужно поменять воду. И тогда, возможно, ребенок это будет делать. Обычно ребенка хватает в уходе за животным примерно на неделю, ну на месяц, может быть. В дальнейшем это будет просто наблюдение за животным, либо ребенок будет вам в помощь в уходе. Поэтому, когда вы будете выбирать первого питомца, на этот момент важно обратить внимание. Потому что вы выбираете не только для ребенка, но еще и для себя. И, наверное, для себя даже в первую очередь. Давайте начнем с кошек и собак. Считается, что кошки отлично снимают стресс, избавляют от бессонницы и раздражительности. По крайней мере, такую информацию вы встретите на многих интернет-ресурсах. Но так ли это на самом деле? Учитывайте, что кошки милые днем. Они нежатся, просятся, чтобы их погладили, спят, а среди ночи зачастую начинают играть свои кошачьи игры. Соответственно, весь стресс, который они сняли днем, ночью вернули обратно. Поэтому иногда приходится менять кошкам и котам режим. Это дело непростое. Но кошку без проблем можно оставить дома одну на весь день. Они не требуют много внимания. А некоторые из них вообще воспринимают людей только как обслуживающий персонал. И даже гладиться не идут. Помните о том, что кошке понадобится когтеточка, чтобы сберечь обои и мебель. Игрушки, лоток, наполнитель для лотка, лежак и миски. Кошек и собак необходимо прививать. Примерно раз в три месяца и кошек и собак необходимо обрабатывать от глистов. В отличие от кошек, собаки очень сильно нуждаются во внимании человека. Также могут попортить мебель, если не будет игрушек и правильного воспитания. Помните о том, что собаки как маленькие дети. И если для ребенка завести собаку, то у вас будет два ребенка сразу. Помимо игрушек обязательно понадобится лежак, поводок или рулетка. Ошейник, шлейка. А если собака будет мерзнуть на улице, то и одежда для собак. На самом деле одежда это не прихоть, а необходимость. Некоторые породы попросту не приспособлены к нашей суровой погоде. На мой взгляд аквариум это один из лучших вариантов в качестве первой заботы для ребенка. Рыбки не шумят, не гавкают и не мяукают. Требует внимания только раз в неделю. Это подмена воды в аквариуме примерно 15-20% от общего объема. Если вы не планируете много времени уделять аквариуму, не нужно его усложнять. Можно завести самых простых рыб и несколько самых неприхотливых растений, или вовсе обойтись без них. Для этого понадобится аквариум. Оптимальный вариант для начинающего аквариумиста это объем от 50 до 150 литров. В зависимости от того, какой будет объем, следует подобрать рыб. Для аквариума 50 литров отличным вариантом станут гуппи, даниорерио, неоны и кардиналы. В 100 литровый аквариум уже можно будет посадить более крупных обитателей, например гурами, лялиусов или вовсе скалярий. Если аквариум литров 150, можно обратить внимание на золотых рыб. Все перечисленные рыбки являются отличным вариантом для старта в этом увлекательном деле. Но чтоб рыбки чувствовали себя прекрасно и не болели, помимо аквариума понадобится фильтр. У каждого фильтра на упаковке написано, на какой объем он рассчитан. Лучше брать сразу с небольшим запасом. Еще понадобится обогреватель, чтоб поддерживать необходимую температуру воды. Рыбки также нуждаются в кислороде, а получают они его через воду. Чтоб вода насыщалась кислородом, необходим компрессор. Чтоб за рыбками было интересно наблюдать, рекомендую купить качественный светильник. Например, вот такой. У него есть три режима освещения, к тому же вечером аквариум с таким светильником можно использовать как ночник. Чтоб ребенку не страшно было засыпать. А после того, как ребенок уснет, светильник нужно выключить. Ведь рыбкам тоже нужно выспаться. Кормить рыбок лучше всего профессиональными кормами. Одной такой упаковки хватит надолго. Грызуны Грызуны – это еще один популярный вариант, представленный на рынке зооиндустрии. Выбор достаточно большой, и если мы говорим про животное для ребенка, то следует сразу вычеркнуть из списка бурундучков и джунгарских хомячков. Для того, чтобы приучить бурундучка к рукам, существует целая система. Но в этом видео мы о ней говорить не будем. Джунгарские хомячки, особенно девочки, также не очень контактные. А иногда и вовсе проявляют агрессию. А вот среди хомяков сирийских можно подобрать дружелюбного малыша. Правда, помните о том, что живут они недолго, 2-3 года. Расставаться с любимцем, как по мне, всегда тяжело. А для ребенка это стресс. Дольше живут морские свинки, шиншиллы и кролики. Они и размером будут значительно больше, а значит, подтискать их намного приятней. Правда, выпускать по дому таких животных следует только под присмотром. Могут погрызть провода. Интересными грызунами являются крысы. Быстро приучаются к рукам. Очень контактные. Вообще, среди грызунов считаются очень умными. Но имея длинные хвосты, именно своими хвостиками отпугивают от себя некоторых пап и мам. Для любого грызуна понадобится клетка, поилка и кормушка. Очень важно, чтобы в клетке были домик, укрытие отнимательного и наблюдательного хозяина. Часто клетки для хомяков оборудуются различными туннелями. А в клетках с крысюнями размещают гамачок. Помните о том, что в клетке не так уж и много места. Поэтому для хомяков и крыс стоит разместить колесо для бега. А вот морские свинки к колесу не испытывают интереса. Шиншиллы кроликов лучше всего выпускать побегать по дому. Хотя и для них продаются специальные диски для бега. Конечно, для грызунов продаются и игрушки. Но далеко не каждый грызун понимает, что с этой игрушкой делать. В клетке обязательно нужно разместить минеральный камень или меловой. Он может долгое время висеть без дела и без нужды. Однако именно об него грызуны будут чесать свои зубки и получать необходимые элементы. Не стоит кормить всем, чем заблагорассудится. В первую очередь нужно кормить специализированными кормами. Шиншиллам вообще многое противопоказано. Они диабетики. Но зато они подходят даже для аллергиков. Рептилии еще не так популярны, как другие домашние животные. Но их популярность набирает обороты. Почему бы и нет? Все необходимое для их содержания сегодня доступно каждому. И если для рептилий нет ничего в частном ИП-зоомагазине возле дома, все необходимое можно заказать в интернет-магазине. Так сказать, о домашненных рептилий много. Игуаны, хамелеоны, всевозможные змеи, но самыми простыми в содержании являются эублюфары. Эублюфары будут интересным питомцем для ребенка и, к счастью, совсем неприкатливые. Ребенок сможет удивить одноклассников своим необычным питомцем и выделиться из общей массы. Эублюфары не кусаются и, естественно, они не ядовитые. Гипоаллергены. Ходят в туалет в одно место, которое сами выберут. Очень чистоплотные. Не требуют к себе много внимания. Взрослых особей даже кормить не нужно каждый день. В общем, сплошные плюсы. Для содержания понадобится небольшой террариум с проточной вентиляцией. 30х30х30 на одного эублюфара вполне достаточно. Коврик с подогревом для рептилий. Для правильного пищеварения и нужной температуры в террариуме это необходимо. Влажная камера, которую можно сделать и самому. Она важна для правильной линьки. Они иногда линяют, скидывают свою старую шкурку. Я еще использую коврик типа газон травки. Обязательно мисочка для воды и кальция. Ну, пожалуй, из самого необходимого все. В пищу эублюфары употребляют насекомых. Сегодня в продаже есть живые насекомые, замороженные и даже консервированные. Обязательно витамины и кальций. Перед тем, как дать насекомых, их обваливают витамином порошке. Вот и все сложности. По сути, за таким питомцем ухаживать одно удовольствие. Даже проще, чем за кошками, собаками и прочими животными. Крылатые друзья еще одни из популярных домашних любимцев. Конечно, их очень много разновидностей. Каждая из птичек имеет свои индивидуальные особенности. Ну и, конечно, размером они все разные. Есть совсем маленькие декоративные птички, такие как амодины гульда, рисовые и японские. Если есть желание научить говорить, то для ребенка лучше всего взять волнистого попугайчика и обязательно мальчика. Кореллы, неразлучники разных окрасов, фразеллы и какарики уже средних размеров птички, но разговаривать они скорее всего не будут. А жерелого попугая, жако или попугая ара практически никогда не заводят для ребенка. При выборе помните одно, чем крупнее птица, тем больше на нее содержание понадобится затрат, как первых, так и в последующем. Первым затратом, конечно же, относится в первую очередь клетка. Она обязательно должна соответствовать размеру птички. У кореллы, например, длинный хвостик и он должен помещаться и не заламываться в клетке, на какую бы жердочку она не села. Помимо клетки понадобится кормушка и поилка. Чтобы птичке было не скучно, в клетке размещаются всевозможные игрушки. Обратите внимание, если вы покупаете волнистого самца, чтоб научить говорить, не рекомендуется в клетке размещать зеркало или отражающие игрушки. Обязательно в клетке должен быть камень, он нужен, чтобы стачивать клюв, в противном случае его придется подрезать. Остается дело за кормом и минеральной добавкой. Минеральную добавку или крошку из ракушек, как правило, размещают в отдельной миске или периодически посыпают дно клетки. Конечно, сегодня много и других интересных, но менее популярных животных. Да что там животные, иногда заводят улиток и насекомых. Популярностью в последнее время пользуются раки и крабы, креветки. Нередко встречаются пауки, аксалотль и даже африканские ежи. Ну а менее популярных я расскажу в других видео. Спасибо, что посмотрели это видео и до новых встреч на канале ПАР. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок